Микс Ньюз Утро на Болткоме Да, доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем Утро на Болткоме, и вот к нам в гости пришел латвийский певец Маркус Рива, с которым мы сейчас и пообщаемся. Доброе утро, доброе утро. Доброе утро. Напомню, телефоны прямого эфира, если вы хотите задать какой-то вопрос, 672 12 93 9, 672 13 93 9, также можете нам написать на WhatsApp 2 300 6191. Ну, в общем, Маркус, вы к нам пришли не просто так, прямо скажем. На этой неделе большой праздник, 8 марта, Международный женский день. Я так понимаю, что вы тоже планируете его как-то поздравить, женщин? Конечно, как же без этого. Я очень жду 8 марта, хотя мой концерт в Риге будет 7 марта, потому что воскресенье это 8 марта. Я хотел сделать концерт все-таки в субботу. Ну, чтобы уже начать отмечать вечером и с хорошим настроением уйти в 8 марта. Да, как раз так встретить 8 марта. И я приглашаю всех на свой концерт в Риге. Концерт-зал студии 69. Уже в эту субботу, через 2 дня, 7 марта. Если вы не успели ничего подарить своей второй половинке, то вот у вас есть возможность. Вот как раз возможность купить билет и прийти на концерт, где я буду петь на русском, на латышском и на английском. Так что все самые лучшие песни в живой состав. И я думаю, что будет очень-очень интересно. Ну, я так понимаю, там кроме вас и песен, еще есть и танцевальная часть, и вообще такое небольшое шоу устроить. Да, да, конечно, я всегда питаюсь и стараюсь сделать свой концерт, чтобы это был праздник не только для зрителей, но и для меня. Потому что, кстати, в Риге не так часто получается выступать как-то. И поэтому вот я прямо всех жду. Потому что иногда мне тоже везде пишут люди, что когда будет концерт, когда в Риге. Почему в Риге не выходят? Потому что, во-первых, в Риге нету так много местах, где сделать концерты. Пока вот арену Ригу еще чуть рано. Я думаю, что это в следующем году. И в принципе в будущем. Но до этого еще надо написать очень много хитов. И я думаю, что 69 это тоже неплохая площадка. Мне там нравится, там хорошая стена, звук. Ну, такая немножко более домашняя атмосфера, когда артисты и зрители рядом, ощущают энергетику друг друга. Да, я поэтому люблю, может быть, лучше даже такие маленькие, достаточно маленькие концерты. Потому что ты можешь почувствовать каждого зрителя. Я знаю, что на этом концерте будут люди не только из Латвии. И тоже знаю, что приедет даже пара фанатов из Украины, из России. Так что мне очень приятно. Можно познакомиться. Да, да. Мы как раз только что говорили о том, что какие-то публичные скопления могут быть опасны. Но я думаю, на концерте все будет хорошо. Все будет, все будет. Еще, конечно, хотелось бы такой тема, которая буквально недавно, она опять снова актуализировалась музыкально. Это, конечно, Евровидение. Потому что мы, среди прочего, узнали, ну, мы узнали уже латвийского кандидата уже пару недель назад. На этой неделе узнали представителя России. Да. Вы в курсе или нет? Литл Биг. Да, я знаю. Как вам вообще знакомы с отчеством Литл Биг? Слушали? Я знаю, конечно, несколько песен, но мне кажется, что это очень неожиданно от России. Потому что всегда Россия отправляет какие-то... Классические вещи. Классические, там, голосисты, там, Лазарев и Гагарин, например. Они классные артисты. Но в этом году, по-моему, это реально такой, не знаю, большой сюрприз. Но я думаю, что сейчас будет такая битва между Россией и Литвой. Потому что из Литвы тоже, мне кажется, похож проект. Поэтому будет очень-очень интересно. Еще говорят, у бухмекеров топ-3 это Исландия, Литва и Россия. У Исландии тоже говорят что-то такое. Я пока не смотрю, я стараюсь в финале все смотреть, чтобы свежее впечатление. Но пока сложно сказать еще, потому что мы еще не слышали песню от России. Это тоже очень важно. Зависит. Ну, вот, да, от Латвии поедет Саманта Тейна. Она, кстати, я проанонсирую, на следующей неделе, во вторник с утра, будет у нас тоже в студии. Мы с ней поговорим, да. Ну, вот ее как раз, бэкмекеры, ее шансы оценивают очень низко. Чуть ли, мне кажется, даже не на последнем месте. Я думаю, что это еще будет меняться, потому что Саманта, она классный артист. И я думаю, что когда люди будут увидеть ее выступление там уже на большую сцену, я думаю, что будет совсем-всовсем по-другому. А вы видели, как вас поддерживали ваши фанаты? Что была петиция, чтобы поправьте уже Марку Сарина на Евровидение. Я, конечно, был в восторге, потому что это безумно приятно и неожиданно, что люди настолько могут сделать, чтобы поддерживать меня. Это первый раз в моей жизни такой случай, что очень приятно. Это очень приятно. И за такие люди я люблю сделать свою работу, что я знаю, что есть люди, которые смотрят, что я делаю, и люди, у кого важно, что я делаю. Это очень приятно. Спасибо. Да. Может быть, несколько слов о вашем репертуаре, так, чтобы люди представляли. Вы сказали, что будут новые песни тоже, да? Да, я буду на концерт петь песни уже известные достаточно, так как красиво, сильно как раз про женскую красоту и песню с Фатхистана, или, как люди знают, а может, это любовь. И будет тоже спецгест, это будет певица Динара Рудана, с которой мы в прошлом году записывали дуэтную песню на латышком, и она будет тоже как гость. И будет еще очень интересный сюрприз, то, что до этого момента был тоже такой интернет-конкурс, где люди могли сделать видео, где они поют песню как раз с Фатхистаном, и выиграть возможность спеть эту песню как дуэт уже в моем концерте. И уже есть победитель? Я еще не знаю, кто победил, но это будет тоже такой интересный момент в концерт, когда будет человек, который сделал это видео, и мы сделаем такой интересный дуэт. А вот просто интересно, на самом деле, а вы будете репетировать, или это максимально импровизационная история, вот выйдет человек на сцену, и вот как получится, так и получится? Ну, я посмотрю, кто все-таки победил, потому что там тоже участвовали такие опытные люди, уже люди, которые умеют петь, и было тоже такие смешные, интересные видео. Поэтому надо посмотреть, узнать, кто победил. И я люблю больше, чтобы был такой спонтанный, но все-таки... А как вам вообще в дуэте, когда вы работаете, ну, понятное дело, что нужно подходить к человеку и так далее, но даже если это очень хороший дуэт с человеком, которому вам комфортно, все-таки вам приятнее одному быть на сцене, чтобы уже ни с кем не делиться этим вниманием, или все-таки с кем-то, чтобы вместе как-то какие-то вещи делать и эмоционально перебрасываться? Вот как раз дуэт с Динаром, она потрясающая вокалистка, и мне кажется, она одна из самых лучших в Латвии, и мне с ней очень комфортно всегда петь, и даже когда у нас какие-то репетиции, с саундчеками у нас всегда весело, но когда уже само выступление, или там съемка, ТВ, эфир, тогда мы всегда серьезно к этому относимся, и поэтому вот с Динаром мне безумно комфортно, и очень много уже с ней выступал, поэтому она как сестра мне. Я просто думаю о том, что, ну мы немножко, когда вы у нас были в прошлый раз там летом, мы немножко это затронули, что нет ли у вас интереса какой-то сделать, не знаю, сайт-проект, что вот есть Маркус Рива, который делает такие, а вот здесь вот, не знаю, дуэт вот с Динарой, и у вас там отдельная дискография, или в принципе дуэтная история, или какая-то, или, ну нет, Маркус Рива, и просто иногда вот приглашаем людей к себе. Это всегда, я смотрю, какая песня, и как она создается, потому что иногда есть такое желание, вот надо сейчас написать дуэт, но все-таки ты делаешь, и понимаешь, что, ну все-таки это не дуэт, поэтому это тоже такой творческий вопрос, но в этом году хочется уже сделать тоже русскоязычный дуэт, потому что, мне кажется, тоже для фанатов и зрителей, это очень всегда интересно, когда есть даже какой-то необычный дуэт, поэтому... А русскоязычный с кем-то, и с русскоязычной страдой? Да, да, да. Или, ну не знаю, там, с Бусулисом, например? С Бусулисом это было бы тоже неплохо, но мне кажется, слишком предсказуемо. Предсказуемо. А, предсказуемо. Да, я хочу все-таки какой-то... Сингапур-Саттинс. Может быть, даже так. Ну, чтобы совсем... Неожиданно, да. Или в России, например, вот недавно познакомился с актрисой, певицей Насиаси Самбургской, я думаю, что даже такой дуэт был бы очень интересный. Да, это было бы неожиданно. Да, да, да. А к вам приходится с каким-то продолжением дуэти? Приходит, приходит. Но тоже не всегда моя история и не всегда мне... Не то, что не нравится артист, это так не хочу никогда сказать, но просто, может быть, есть момент, когда просто не подходит. Там, может быть... Ну, вы не чувствуете. Да, да, да. Да, и тоже у меня актуально в данный момент что-то дуэгровое. Или мой личный там сингл, или какой-то другой проект. А приходят кто? Уже состоявшиеся артисты, и просто, ну вот, «Хочу с Марксом Ревы» или начинающие, которые считают, что это поможет им как-то добиться? По-разному, по-разному. Есть очень много таких молодых артистов, и в Украине, и в России тоже предлагали. Но пока я хотел это сделать как-то громко, очень громко, и чтобы все заметили. То есть, уже состоявшую такую бомбу запустить в интернет. Да, 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 да. Или это должен быть реально какой-то очень сумасшедший артист, где... Витл Брик. Да, например. Что-то такого совсем. 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефон прямого эфира, или пишите нам в WhatsApp 230-6191. Ну, вот я просто помню, опять-таки, интересные смены, потому что, когда вы приходили в Поршу, раз, было больше как раз такое, что вот я хочу делать свою историю, хочу делать вот какие-то такие свои вещи, а сейчас вы все-таки уже так приблизились именно к такому, что что-то эдакое сотворить. Ну, да, в принципе, продолжаем, продолжаем все сделать, писать песни на русском, на латышком, на английском. И, кстати, совсем скоро тоже 18 марта концерт в Москве. Если кто-то будет в Москве 18 марта, тогда приходите там на концерт. А где там? Клуб, ресторан, бар, 16 тонн. Ой, ну это здорово. Поэтому я готовлюсь тоже не только к концертам тут в Риге в 69, но тоже вот к своему концертам и в Москве. Но там уже ничему не посвящен, там просто... И там будет еще гости у вас, кто будет тоже песен. Там тоже будет гость, и будет гость из проекта Хаджу Кумеладзе, и мы будем опять встретиться на сцену, и опять тоже несколько песен из проекта. Так что я думаю, что для людей из Москвы тоже будет интересно. А какая-то... Хотите вот эта телевизионная история? Потому что понятное дело, что так как вы уже состоявшиеся артист, она вам, наверное, уже не так нужна, но это же какое-то все-таки отдельное ощущение, когда соревнуешься. Вот это ощущение соревнования вам нравится? Хочется еще раз что-то такое пережить? Конечно, не нравится, потому что это очень сложно, но все-таки чтобы в жизни идти дальше, это важно, чтобы было всегда какие-то комфортные дискомфортные зоны, поэтому я тоже вот каждый год стараюсь участвовать тоже тут в Латвии в Супернову, чтобы попасть в Евровидение. Просто Евровидение это тоже уже другая зона дискомфорта, и мне кажется, если ты будешь просто сделать все, только все, то, что у тебя комфортно, это будет как-то плохо для тебя, и ты не будешь растить как человек, как артист. Я боюсь, что я сейчас, конечно, прозвучу как друг любого человека, который делает вид, что умеет петь, но там вот Маркус Ривов на Голосе, на X-Factor, вот это не хотелось бы, или все уже, все, хочу к Меладзе, и все. Я про это думаю, я каждый год думаю, когда мне спрашивают люди из проекта Голос, что, может быть, все-таки участвовать. А к ним обращаются? Ну, было, было моменты, да, когда спрашивали про этого, но все-таки я, я еще думаю, когда, не знаю, будет Голос 22. против того, что все-таки без какой-то обиды, просто очень мало артистов после проекта Голоса, они продолжают успешно работать как артистов. Понятно, там есть, есть наш Интерс Бусус, конечно, и Пананайто, и другие артисты. И Наргис, ну, тут же еще вопрос в том, понятно, никто из них на данный момент не стал суперзвездой уровня, не знаю, уже упомянутого Лазарева, например, хотя Бусулис, наверное, по латвийским меркам как раз-таки такую популярность имеет. Но это тоже не так стопроцентно ради проекта Голоса. Да, но вот как раз хотел узнать, то есть, это же скорее история о том, что если уже состоявшийся артист, то это скорее для того, чтобы показать себе, смотрите, какой я хороший, привлечь внимание к себе. Многие, там, скажем, тот же Антон Беляев, он же опять-таки не стал суперзвездой, он стал писать песни для других. Ну да, в свою ныше он очень отличный артист, и мне тоже нравится, но я даже не знаю, кто выиграл в прошлом сезону. Я видел номер, потому что эта команда Шнурова мне очень понравилась, он раньше в КВН играл, поэтому я помню. Ну да, действительно, это уже восьмой сезон. А если украинский Голос или украинский X-Factor, оттуда выходит как-то кажется чуть побольше звезд. Украинский X-Factor это было бы для меня чуть странно, потому что тут в Латвии я работаю как ведущий проекта X-Factor, хотя, может быть, это тоже для них будет интересно, но там тоже как-то уже чуть по-другому, потому что я в Украине уже тоже несколько лет работаю, и мне кажется, сам проект X-Factor как раз для совсем неизвестных людей, которые первый раз там вообще появляются где-то. А Голос Украина это тоже было бы интересно, но все-таки я, честно, я не фанат проекта Голос. Я иногда смотрю, но только там первый эпизод, где мне интересно, кто будет повернуться. А почему вам выбор песен? Мне просто потом станет очень скучно смотреть, как они сделают battle какие-то. То есть история X-Factor вам чуть ближе? потому что это больше как reality show, когда ты смотришь, как человек первый раз приходит, совсем может быть никакой, и потом уже есть финал и он уже вырос как суперзвезда. А, я пытался найти информацию, пока не видно. Третий сезон X-Factor латвийского планируется? Уже четвертый. Уже четвертый, извините. Я, честно, не знаю, я могу что-то сказать или не сказать. Пока нет официальной информации, но я очень надеюсь, что будет. официальная. Понятно. Ну, а вот вообще, вот, говоря как раз про то, как эти конкурсы делают звезд или не делают звезд, латвийский X-Factor в этом плане, как вам кажется, насколько успешен? Потому что, ну, тоже, так мне кажется, в открытом процессе не очень много слышно о выходцах из X-Factor, которые вошли на сцену. На латвийском X-Factor интересно то, что есть очень много талантов, я могу это честно сказать, и в третьем сезоне тоже был очень яркий участник, который, я очень надеюсь, что они будут продолжать свой путь в музыке тут в латвий, потому что есть момент, что есть человек, который выиграет, он получает контракт с Sony Music, и это и хорошо, и плохо, потому что это ты не можешь очень много делать сразу, как бы было бы логично, если ты выиграешь сразу, тогда где-то везде выступать и выпустить песни, но там есть контракт, и они с Sony Music работают чуть-чуть по-другому, поэтому иногда даже, может быть, лучше не выиграть конкурс, а занять второе место, а если ты на втором или третьем место, тогда у тебя нету сразу какой-то большой продюсер, который с тобой будет заниматься, и ты, если у тебя нету связи или там понимания о музыке, и про музыкальный бизнес, тогда у тебя тоже сложно что-то сразу сделать, поэтому это очень важно продолжать и использовать эту большую платформу, ну, когда тебя делают как звезду, тут в Латвии через там 12 эфиров, и просто сразу-сразу надо безумно много работать, чтобы... нет такого, что латвийские продюсеры смотрят X-Factor и выстраиваются в очередь, чтобы расхватать финалистов? Да, ну, во-первых, в Латвии нету так много продюсеров, как в России, и нету такая схема шоу-бизнеса, как в России, как в Украине. Да, а есть ли у вас какие-то постоянные авторы, с которыми вы работаете и понимаете, что вот это и ваши авторы? Да, есть люди, мои уже друзья, которые в Киев, в Украине, с которыми мы сделали и песню Сфатхистана, и украинский дуэт, и другие песни, с которыми я продолжаю работать, они очень классные ребята, они работают уже с Маруф, работает с очень многим многих украинских авторов, и мне очень комфортно с ними работать, и мы понимаем очень хорошо друг друга, и с ними я начинал тоже сам уже сделать песни на русском, потому что я, например, сделал там мелодии, какой-то каркас по поводу текста, понятно, если я напишу стихи сам, тогда там тысяча одна ошибка, но они все поправляют, там доделаются всю идею до конца, и получается, мне кажется, неплохая работа. Ну, мне кажется, кстати, по поводу ошибок, в этом же что-то есть, то есть, есть какая-то такая ниша, именно в российской музыке, когда там выступают люди, для которых русский неродной, и для этого вот, и от этого даже больше кайф, то есть там, как же они называются, брайзовель, кажется, которых будуят земфиры, и они потом перепевали Цоя тоже, это была большая большая история, ну и брейнсторм наши те же самые, тоже гусулис, то есть есть какая-то такая история, когда приезжает человек, янгэ, собственно, выступающий на голос, и ставшая тоже там, чуть ли не своей, хотя для нее российский второй. Да, они любят наш прибавлитистский акцент, и всегда улыбаются, когда я говорю, но все-таки для них это интересно, не то, что они думают, что это плохо, им как раз это все нравится, но все-таки я продолжаю учиться, и я продолжаю там исправить свои ошибки, потому что я хочу я хочу хорошо говорить на русском, один это акцент, но все-таки, чтобы я знал побольше самую лексику и побольше слова, и чтобы я мог все рассказать, и самое главное, что я хочу писать тоже свои песни именно на русском. Но есть какие-то, ну, то есть, есть ли уже какие-то, не знаю, первые шаги, может быть, уже есть песни, которые на русском написаны, и осталось только записать, или еще? я уже выпустил несколько песен, которые я сам... Ваши, на русском. так что все просто надо практиковать и писать, и писать, и писать. А переводить свои старые, ну, не то, что старые, первые какие-то песни с английского на русский. я думаю, что не стоит. Мне так много других идей, хочется сделать акцент на то, что... новое. На что-то новое, потому что то, что было уже прошлому, это уже просто остается там. Ну, оставится, не знаю, на будущее, лет через 20, вспоминая прошлое. Да, может быть, когда не будет больше такое вдохновение, тогда можно переделать что-то старое, но пока вдохновение есть, и я рад. Ну, что ж, напомню, что будет концерт, и приглашаем. 7 марта студия 69 и 18 марта клуб 16 тонн в Москве.